Добрый день, уважаемые инвесторы! Чтобы держать вас всех в одном информационном поле, мы записали вам видео, в котором прокомментируем информацию на рынке, позицию фонда и расскажем вам о действии фонда, которые позволяют обеспечить сохранность и увеличение ваших средств. Сейчас на падающем рынке участились эпизоды волнения элесторов, вынимания средств из криптовалют, и мы за этим наблюдаем уже четыре года, когда занимаемся криптовалютой. Когда на росте люди покупают, на падение они продают. В основном это делают не профессиональные инвесторы, а у нас профессиональных инвесторов сегодня около двух процентов Российской Федерации. Хотим озвучить нашу позицию, стратегию и настроиться на долгосрочное сотрудничество. Напомним вам, что блокчейн фонд показал лучший в мире результат по доходности за 2017 год, поддерживая свои фундаментальные стратегии. Результат был показан и на росте рынка, и на падении. И сейчас мы четко понимаем, что инвесторам нужно позволить ввести разработанную, взвешенную и долгосрочную стратегию к увеличению вашего капитала. Итак, мой коллега расскажет вам о стратегии управления средствами. Стратегия управления средств в фонде была следующая. 80 процентов средств находились в активном трейдинге и часть лежали на кошельках. Также при необходимости с этих кошельков мы средства переводили в активный трейдинг и обратно. Это было больше краткосрочной и среднесрочной стратегии. 20 процентов средств находились в недооцененных активах. То есть мы покупали монеты при маленькой их стоимости и через какое-то время продавали их при многократном росте. Это больше долгосрочная стратегия. На сегодняшний день очень многие инвесторы, поддавшись волнениям на криптовалютном рынке, вывели свои средства из фонда. У нас в основном остались длинные позиции и очень мало средств для активного тренинга. А это ухудшает доходность всего портфеля, а значит и каждого инвестора. Чтобы позаботиться о всех инвесторах и их деньгах, и не просто позаботиться, а сделать хорошую доходность, было принято важное решение. Фонд замораживает вывоз средств на 3 месяца и продолжает ими активно торговать. Данные решения часто используются инвестиционными фондами, чтобы эмоции инвесторов не мешали делать финансовый результат. Самое важное, что хотелось бы подчеркнуть, средства всех инвесторов находятся в полной безопасности и сохранности. Так как фонд придерживается стратегии открытости и прозрачности, мы специально пригласили Алексея Хохлатова, члена Лидерского совета, того человека, кто всегда стоит на стороне инвесторов и партнеров. Мы еще раз открыли ему админчасть, где показано все количество денег у всех инвесторов. Мы открыли все счета и покажем их вам, чтобы вы понимали, что все средства текущих инвесторов находятся на счетах и с ними ничего не случилось. Мы специально сделали эту видеозапись, чтобы развеять все слухи, домыслы и сомнения. Я думаю, что показать все собранные средства на счетах бирж, да еще и сделать запись, не способен ни один фонд, а уж тем более скам проекта. Мы понимаем, что успех инвестиционного фонда напрямую зависит от доверительного отношения с инвесторами, и поэтому мы увеличили вам процент распределения прибыли, а также вводим дополнительные инвестиционные продукты. Я действительно сейчас видел всю админку, видел всю сумму, которая там у всей структуры инвестирована в фонде. Также я посмотрел все счета на всех биржах и убедился в том, что средства наличествуют, что они полностью соответствуют тому, что находится в бэк-офисе, во всей админской части, во всей структуре инвестировано, так что терпение нам с вами, все будет хорошо. Да, можно зарабатывать на падающем рынке. Вспомните, сентябрь прошлого года, когда просадка была минус 7%, а фонд заработал минус 6%, а фонд заработал 7%. Вспомните январь, когда просадка была на 26%, а фонд заработал больше 1%. В короткосрочном периоде, да, можно зарабатывать на падающем рынке, но когда он долгосрочный и идет дикий флет, и когда процедура роста или падения не подвергается математическому анализу, потому что решение зависит во многом от новостей, от китов каких-то, да, вот в этой ситуации очень трудно зарабатывать. Блокчейн фонд оплачивает всех сотрудников, все работает, более того, есть усовершенствование и в бэк-офисе, и форма обратной связи, и новые личные кабинеты, и токены пересчитываются, то есть вся работа идет, все оплачивается. И плюс к этому офис в Москва-Сити как был, крупнейший, красивейший офис, так и есть, то есть ничего, ни одна программа не свернута. Это биржа Apollonics, здесь мы видим 62 тысячи долларов. Также биржа Apollonics, на ней мы видим 243 тысячи долларов. Сейчас перейдем в раздел торговли. И на режиме реального времени мы видим. К доллару. Это биржа Bitrix, на ней мы видим 64 тысячи долларов. В него зайдем на торговлю эфиром. БТЦ, эфиром, текущий отобъем. Это также биржа Bitrix, на ней мы видим 330 тысяч долларов, эквивалент, и сейчас зайдем на какую-то криптовалютную пару, чтобы посмотреть, что все в онлайне. Это ДГБ, ВТЦ, вот в онлайне все торгуется. Это биржа Binance, на ней мы видим текущий эквивалент 52 тысячи долларов. Чтобы посмотреть, что все работает, зайдем в трейдинговый раздел. В ТЦ, ЮСД мы видим текущие позиции, сейчас отобразится текущий график. Следующая биржа Binance, на ней, как мы видим, 82 тысячи долларов. То есть появляются текущие ордера, и появляется, соответственно, график. Это биржа Bitfinex, на ней, как мы видим, 49 тысяч долларов. Это биржа Bitfinex, на ней также видим текущую торговлю, баланс 290 тысяч долларов. Также биржа Bitfinex, на ней мы видим 66 тысяч долларов, и текущие торги БТЦ, ЮСД. Также счет на Bitfinex, видим 29 тысяч 800 долларов, и текущая торговля биткоином. Перед нами биржа Yobbit.net, текущий баланс мы можем видеть 170 биткоинов. Курс биткоина на данной бирже на сейчас 6440 долларов. То есть и того, баланс этой биржи порядка миллиона 100 тысяч долларов. Как раз данную биржу мы используем для торговли в недооцененных активах. То есть мы покупаем здесь различные криптовалюты, различные монеты при минимальной цене, и потом в несколько раз дороже, в 3, в 5, в 10 и более раз дороже, здесь их продаем. Мы можем посмотреть текущий портфель этих криптомонет. Я сейчас вниз полистаю их, их тут несколько десятков. Да, соответственно, можно посмотреть, что мы стоим в каждой позиции, уже выставлены ордера на продажу данных криптовалютных монет. Кто-то, возможно, может сказать, что эта история не работает, вы просто купили какие-то непонятные монеты, их продаете. Нет, можно в истории посмотреть, в историю транзакций, вернее, историю ордеров. Каждый день здесь идет какой-то заработок. Вот 15.07 мы видим, что за сегодняшний день произошло, соответственно, несколько сделок. За вчерашний день, за 14-е мы видим полстраницы сделок. За вчерашний день еще целая страница сделок. За позавчерашний день уже начали сделать сделки и так далее. Давайте посмотрим теперь эффективность данного счета, эффективность данной стратегии. Для этого мы посмотрим, сколько всего денег было введено на биржу. Для этого я составил такую небольшую заметку. Так, мы видим, что 20.10 мы ввели на биржу 3.5 биткоина. Это пополнение. Еще можно пополнить через ее биткоды. И также через коды мы видим, что было введено 28.10, то есть в конце октября 41.6 биткоина. То есть, итого получается вводов у нас 3.5 биткоина и 41. Итого вводов на сумму 45.1 биткоина у нас получилось. Дальше смотрим выводы. Тут мы увидим вывод минус 6.1 биткоина вывод. И дальше смотрим здесь выводы. Здесь мы видим, что было выведено 1.25, 9.9, 9.9 и 40. 70 биткоинов в текущий баланс. 67 мы ввели. То есть, итого на бирже было 230 биткоинов заработано. Ввели 45. То есть, соответственно, мы видим, что за 8 месяцев в 5.3 раза, это 530%, мы вырастили количество биткоинов. То есть, представляете, да, за 8 месяцев мы по данной торговой стратегии, долгосрочной, еще раз подчеркиваю, стратегии, мы сделали больше 500%, но именно в биткоинах. В долларовом эквиваленте, конечно, в этом полугодии меньше. Почему? Потому что биткоин относительно доллара очень и очень сильно упал. Чтобы увидеть, что это все реально работает, нажимаем на биткоин и попадаем, соответственно, в биткоин доллар, который в режиме онлайн сейчас у нас торгуется, происходит торги. Тем самым видим, что эта биржа находится в режиме онлайн. Продолжение следует...